Три лучших комментария из прошлого видео. Если хочешь попасть в видео, подпишись на канал и оставь комментик. Как ты себя чувствуешь, Гори? Ах, сегодня намного лучше, дорогая. По крайней мере, я смог переваривать сегодня пищу весь день. Так что я думаю, что поправляюсь. Ох, это облегчение. Ты заставил нас всех волноваться в последние несколько дней. Поверьте мне, я так же рад, как и вы. Я надеялся выздороветь, чтобы снова насладиться твоим улитковым супом. Это один из моих любимых, и я бы не хотел пропустить ещё один. Ужин со своей любимой семьёй. Эм, папа, мы с Чарой до сих пор очень сожалеем об инциденте с пирогом. Мы не хотели, мы не знали, что мы могли бы иметь. А, зрели, сынок, всё нормально. Ты достаточно наказал себя, поэтому, пожалуйста, не плачь. Это был несчастный случай. Это имеет значение? Чара? Имеет ли значение, случайность это или нет? Ты был отравлен. Ты мог умереть из-за того, что мы сделали. Чара, это была просто ошибка. Ты не знал, что это произойдёт? Что? И это только должно сделать всё в порядке? Утверждение о невежестве является оправданным оправданием для почти прекращения жизни? Давайте не будем игнорировать слона в комнате. Замена Лютика была моей идеей. Да что, я несу ответственность за это. Я чуть не убил тебя. Что? Нет! Тебе, вероятно, стоит просто избавиться от меня, прежде чем я снова попытаюсь убить тебя. Мама и папа никогда не сделают тебе больно, Чара! Верно? Спокойнее, Азриэль. Мы никогда не примерили ни на кого из вас наказание. Чара, с чего бы это тебе предполагать? Не обманывайте себя. Люди причиняют боль всему, к чему прикасаются. И однажды я неизбежно причиню тебе боль. По крайней мере, если ты сначала уберёшь меня, ты сможешь использовать мою душу и... Стоп! Прекратите говорить о смерти! Тебе не нужно умирать только потому, что ты испортил один раз! И я не хочу, чтобы ты... Видишь, я уже сделал тебе больно. Ты мог бы просто покончить с этим сейчас, пока у тебя есть шанс. Чара! Да, мама. Отец. Иди извиняйся. Сейчас. Сейчас. Мне было приказано искупить тебя. Я говорю без раздумий, и я понимаю, что сказанным расстроил тебя и заставил плакать. Поэтому я извиняюсь. Я прошу прощения. Но я не могу извиниться за свои слова. В конце концов, я не говорю вещи, которые не соответствуют действительности. Ты ошибаешься. Ты знаешь. Что? О людях, которые причиняют боль всему, к чему прикасаются. Ты человек, и ты не делаешь больно всему, к чему прикасаешься. Поэтому ты ошибаешься. Это наивность. Как написано, ни один человек неправеден. Нет, ни один. Ммм, не цитиру свою глупую книгу на мне. Почему я? Библия не глупая. Это величайшая история, когда-либо написанная. Прошу тебя, любая книга, в которой говорится, что ты плохой со дня рождения, не только глупа, но и тупая. Если ты в это веришь, то ты тот глупый и тупой. Нет, это ты. Нет, ты. 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 Нет. Это. Ты. Озрель, мне так жаль. Я позволил своему гневу одолеть себя, и я не должен был так набрасываться. И видишь, я был прав. Я. Я не следую. Ты просто сильно меня избил. Но я не получил ни единой царапины. Это доказательство. Это была подушка. Они точно неизвестны тем, что они вредны. Правда? Но люди могут нанести серьёзный вред монстрам, если захотят. Но это совсем не больно. Так что это означает, что ты не хотел причинять мне боль с самого начала. Так что я был прав. Ты не причиняешь вреда всему, чего касаешься. По факту, могу поспорить, что ты не сможешь сделать мне больно, если попытаешься. Азриэль, твоя логика ошибочна. Научный метод требует от тебя повторить эксперимент несколько раз, прежде чем ты сможешь прийти к такому выводу. Должны ли мы проверить твою теорию? Ты нарываешься? Что мы с Чарой делали в последний раз? О, чёрт возьми, Чарой! Как я мог забыть о них? Что, если с ними что-то случилось? Ох, ты всё ещё об этом. Что ты имеешь в виду? Всё ещё об этом. Разве ты не говорил, что собираешься вздремнуть? Я вздремнул. Примерно час. Что? Нет, ты не сделал. Ты просто сидел там. Подожди, ты имеешь в виду... Хм? Погоди, дай мне попробовать кое-что. Попробовать что? О! А-а-а! Как мы телепортировались в коридор? Ладно, думаю, я понял это сейчас. Понял что? Что ты сделал? Это этот медальон. И я думал, что снять его делает тебя невидимым. Но оно больше, чем это. И если я не надену этот медальон, тебя вообще не будет. Но почему же? Что такого в этом медальоне, что заставляет тебя видеть? Моя пыль! Он заколдован? Я только что узнал, что магия сегодня реальна. Поэтому всё возможно. Посмотрим, что внутри. Нет! Не открывай его! Думаю, причина, по которой ты меня видишь, в том, что моя пыль в этом медальоне. Это второй раз, когда ты говоришь, моя пыль. Что это означает? У нас монстров не так много физической материи, как у людей. Мы в основном сделаны из магии. Поэтому, когда мы умираем, мы не оставляем тело позади. Мы превращаемся в пыль. И у монстров есть ритуал, где мы берём эту пыль и распространяем её на то, что покойный монстр любил больше всего в жизни. Так что их сущность будет жить в этой вещи. Я не думал, что мои родители были буквальными, когда они учили меня этому. Моя пыль должна быть там. Так что, что бы ты ни делал, пожалуйста, пожалуйста, не открывай медальон. Потому что, если ты это сделаешь, оно может вылететь и я, и я... Ты умрёшь навсегда. Нет, нет, нет отчаяния. Мы не собираемся выяснять, может ли призрак монстра упасть во второй раз. Приятно было познакомиться с тобой, Фриск. Но мне нужно найти моего друга. Увидимся. Похоже, ты не можешь уйти очень далеко от меня. Или от медальона. Почему я не удивлён? Ладно, пошли. Идти? Куда? До остальной части подземелья, конечно. Я должен найти своего друга. И так как ты должен носить медальон, ты должен идти со мной. Пошли, в подвале есть выход. Я не могу. Торель не позволит мне спуститься по лестнице. Что? Она не может этого сделать? Я должен найти. Я... Я имею ввиду, тебе нужно вернуться домой. Верно? Я думаю... Я думаю... Но я думал об этом и... Великолепно. Пристанешь к ней. Она отпустит тебя, чтобы ты перестал раздражать её. Если ты так говоришь... Да ладно. Просто поверь мне. Я могу помочь тебе выбраться отсюда. Привет, Фриск. Ты хорошо вздремнул? Угу. Я рада. Мисс Торель, могу я вас о кое-чем спросить? Конечно, моё дитя. Вы уверены, что нет выхода из подземелья? Я... Я уверена. Монстры были здесь в ловушке веками. Если бы был выход, мы бы наверняка нашли его. Она снова лжёт. Спроси её о барьере. Как насчёт барьера? Что? Кто сказал тебе об этом? Просто кто-то. Но это выход. Верно? Это... Это правда. Но путь там чреват опасностью. Было бы намного безопаснее, если бы ты остался со мной здесь. Я буду осторожен. Я обещаю. Пожалуйста, Торель. Как мне выйти из руин? Я... Прости, дитя моё. Но есть кое-что, о чём я должна позаботиться. Эй, куда она идёт? Я не знаю. Но мне не нравится, как это выглядит. Торель? Мама. Ты хочешь вернуться домой. Не так ли? Впереди нас лежит конец руин. Выход в один конец, в подземную часть. И я собираюсь разрушить его. Что? Никто никогда не сможет уйти снова. Теперь будь хорошим ребёнком и вернись наверх. Торель, подожди! Каждый человек, который падал сюда, постигал ту же участь. Я видел это снова и снова. Они приходят. Они уходят. Они умирают. Каждый человек? Ты наивный ребёнок. Если ты покинешь руины, они... Асгор, убьют тебя. Папа будет что? Я только защищаю тебя. Ты понимаешь? Теперь возвращайся в свою комнату. Твой папа? Я не... Нет. Она снова лжёт. Папа никогда не обидит ребёнка. Быстрее. Надо догнать её. Ты в порядке? Я думал, ты сказал, что она не сделает мне больно. Она не должна была. Что-то не так. Она не ведёт себя, как обычно. Мама, пожалуйста, остановись. Я знаю, ты меня не слышишь, но ты должна слышать. Меня? Что это? Она сказала мне, чтобы проявить себя. Подожди, Фриск. Слушай, я помогу тебе найти другой выход из руин. Только, пожалуйста, не дери с моей мамой. Ты мог бы серьёзно причинить ей боль. Я должен. Я не могу убегать. Я не могу позволить ей поймать меня здесь. Так что, если она хочет драться, это будет её бой. Фриск, не надо. Ну же. Они правда отняли у меня эту власть. Но есть они те, кто больше не могут умереть. То как же я? Что за чертовщина? Если вам понравилась наша озвучка. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои миленькие комментарии. Ещё услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...